60 спортсменов со всего региона в эти выходные сразились на ринге Центра Дополнительного Образования. Они боролись за Кубок Лапландии по кикбоксингу, который посвящен памяти мастера спорта России Тараса Далидовича. Первый бой на ринге едва не становится последним для нашего оператора, который чудом успевает схватиться одной рукой за канат, а второй удержать камеру на плече. Осторожно, значит центральный, иначе ухватит. Спортсмен уже после боя извинился, а впрочем Егор тут ни при чем. Сегодня ему, 16-летнему парню из Полярного, выпал соперник старше на 10 лет. Во время поединка Егор Головченко несколько раз терял шлем, но все равно умудрился стать победителем. Бой тяжелый, вот восстановление сколько занимается? Мое восстановление? Ну, если отобьешь ногу, то как минимум неделю надо восстанавливаться, хромать ходить, на тренировки пропускать. Сегодня у тебя все нормально, ничего не отбил? Сегодня нет. По словам организаторов соревнований, последнее время кикбоксинг в Мурманске теряет свои позиции из-за волны интереса к тайскому боксу. Ну а зрелищнее всего на ринге смотрятся бои миксфайт, где правила и тем более число запрещенных ударов сводятся к минимуму. Сейчас уровень спортсменов немножко стал похуже, потому что в связи с тем, что вот этот тайский бокс в лес, хотя его нет у нас ни в отделениях школ, нигде, но он мешает процветанию кикбоксинга. Третий открытый кубок в Апландии по кикбоксингу посвящен памяти мастера спорта России Тараса Далидовича. Парень вырос, тренировался и даже служил в Мурманске. Вся его жизнь была борьбой. Тарас – тот пример, на который могут равняться начинающие спортсмены, такие как Артем Викторов. Парень гостил в летнем лагере, когда понял, что должен научиться защищать себя и близких. Я хочу, чтобы я мог себя защитить, например, когда будут трудные моменты, чтобы защитить того человека, родного человека, кому ты нужен. А в школе как-то помогает тебе? Не очень. В школе мы не деремся. Безопасности в соревнованиях уделяют особое место. Именно поэтому на ринг каждый раз выходят трое. Задача судьи заключается в том числе, чтобы не допустить травм. Анатолий Венедиктов работал на чемпионатах России. Знать правила, теорию кикбоксинга лучше всех в зале – его прямая обязанность. Для того, чтобы стать судьей, необходимо знать сам вид спорта. Знать его от начала до конца. Причем прочувствовать это все. Есть учеба. Несмотря на засилье новых видов боевых искусств, часто спортсмены выступают в нескольких дисциплинах. Кикбоксинг уверенно, пусть и не так, как, например, в 90-е развивается. Среди мурманских спортсменов есть по-настоящему большие таланты. Например, Римма Голубева. Вот только среди юношей пока еще не зажглась ни одна новая звезда. Так что у нынешних бойцов есть все шансы.